Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас спортивный выпуск, потому что речь пойдет об очередном единоборстве, о боевом искусстве, потому что у нас разные представители были здесь, но представители этого вида очень любопытно нам узнать, что это такое, потому что не все точно понимают. Ну и, конечно же, приятно нас удивило то, что совсем еще юные спортсмены уже стали, во-первых, в составе сборной команды России, занять призовые места на Кубке мира по этому виду спорта, возрастная категория до 14 лет. Вот представьте себе, до 14 лет, как нам сказал один из участников, полных 13, а уже медаль, и не одна. Ну, давайте познакомимся, кто у нас сегодня в студии. Начнем, наверное, все-таки с главного тренера этих замечательных ребят. Это Герман Харисович Янаев, мастер спорта России, обладатель пятого дана джиу-джитсу, судья всероссийской категории. То есть он не только может научить, как правильно, как сказать, бороться или как правильно? Бороться. 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 Ну и как сделать так, чтобы другой судья этого не заметил, что если что-то неправильно. Роман Чуфистов в студии, серебряный призер, Кубка мира по джиу-джитсу, 2023 год. Когда все закончилось в Астане? Ну, получается, Герман Харисович. Как бы, забыл? Да, где-то в конце августа. А, в августе? То есть все дети отдыхали, а вам пришлось бороться. Ну, правда, в Астане поездка была, да? Да. Ну, если позволите, задавьте первый вопрос спортсмену, а потом мы узнаем всю правду от тренера. Как бой-то проходил? Есть ощущение, что до золота-то немного оставалось? Да, конечно. А что случилось-то? Очень сильно переволновался, уже тренера не слушал. И как бы я, моего силы, сам потенциал силы был большой, но техники было очень мало из-за этого, то, что я сильно волновался. Ну, и чем закончишь? Сейчас не волнуешься, вот в данную минуту? Все хорошо уже? Я, конечно, рекомендую. Рассказывать об этом? Ну, в любом случае, все равно, это же Кубок мира, серебряная медаль. Я разговаривал со спортсменом, вот буквально недавно у нас здесь была и участница Олимпийской сборной России по лыжному спорту. И она сказала, что есть такие медали, которые, да, она не золотая, но она все равно добыта потом и кровью. Конечно, хочется всегда большего. Но извините, вам полных 13 лет, правильно? Так что все еще впереди? Да. Так, а вторая медаль, это что? Ну, смотрите, первая была за Кубок России, первая была за Кубок России, вторая была за Кубок мира. То есть, ну, я, получается, заняв второе место на России, попал в сборную, как? В сборную России, да. И там заняли второе место. То есть, в принципе, с этой точки зрения, вроде бы, преемственность. Там второе место, и тут второе место. Ну, а теперь спросим у тренера. Он правду говорит, что разволновался? Да, волновался Роман очень сильно, причем до финала шел ровно, ну, как бы, и слышал все указания. Он выполнял тактику, мы ее разработали еще дома. А вот на финале, видать, чуть-чуть не хватило именно психологической подготовки. Потому что сил, ну, было просто неизрасходованных очень много. Он, наверное, даже и до конца-то не понял, когда уже был проигранный матч, да, проигранная схватка, он все еще рвался в бой. Я еще хочу, дайте мне еще, да. Ну, я думаю, что это уже спортивная история, это вы в своем уже коллективе разбираете. Для нас вы все равно призер, и медали есть, и все замечательно. Ну, давайте теперь немножечко поговорим об этом интересном все-таки. Это что? Вид спорта? Это философия? Это просто какой-то вид борьбы? Что это? Ну, я бы сказал, что джиу-джитс – это все-таки комплексное боевое единоборство. Вид спорта, конечно же, тоже, он присутствует. И чем отличается боевое единоборство от вида спорта? Это ограничение правилами. Ну, то есть мы не идем до финала полностью. Совершенно верно. Совершенно верно. Если брать джиу-джитсу, это мягкое искусство. То есть надо поддаться для того, чтобы победить. Основной принцип этого вида. А, какая хитрость-то. Правильно поддаться, чтобы правильно победить? Направлять действия противника в невыгодное для него положение и использовать это. То есть это основной принцип, который был заложен изначально, в очень древние времена. Это японский, да? Японский, да. Ну, понятно. Ну, и тут мы сразу же Роману сейчас адресуем. А то он так расстроился, что я сразу его... Хорошо, что все ревняно, мы довольны, не переживай. У нас разные бывают призеры. Бывают еще бронзовые. Правда? Вот. Поэтому следующий вопрос такой. Ром, а почему все-таки этот вид спорта? Кто выбрал? Родители? Сам выбрал? Или кто-то пришел, сказал, и ты решил попробовать? Ну, конечно, сам. Потому что, как любой ребенок, я прям хотел... Футбол. Ой, да нет. Я все-таки борьбу выбрал. Почему? Ну, борьба тоже разная есть. Самбо, дзюдо. Как в наше время говорили дзюдо и дзюдо после. Бокс. Ну, так, джиу-джитсу было ближе всего. Ты как-то интересовался этим? Какие-то у тебя... Ну, вот так вот выпал. Выпала случайность, вот так на джиу-джитсу попал. Честно говоря, я вот услышал об этом и сразу захотел попробовать. Это сколько лет-то было? Ну, как бы вот буквально три года назад. Ну, где-то лет десять. Десять, да? То есть за три года вы сделали серебряного призера. И причем... Знаете, сделал, да, наверное, но у Романа он и сам был уже физически подготовлен. Ну, десять лет возраст такой. Кстати, не во все виды спорта, да, в десять лет берут? Иногда я помню постарше, помладше берут, там, чуть ли не с шести начинают чего-то делать, да? Помладше, можем даже с четырех. С четырех даже можно. Но это будет, конечно же, не единоборство, это будет ОФП. Ну, да. Ну, с видами, с элементами единоборства, акробатики, страховок. Чтобы дети уже учились определять себя в пространстве, как минимум. А вот в десять лет уже немножко по-другому, да, можно подходить к этому процессу? В десять лет ребята уже хорошо борются, если они начали раньше заниматься. Они уже... Это у них заложено. И... Ну, и десять лет также может быть и для старта. То есть джиу-джитс – это такой вид спорта, в котором можно... Спортивная жизнь может быть очень долгая. Очень долгая. Ну, вы же, опять же, вот теперь-то вам вопрос. Опять же, я не зря эту, так сказать, у нас, опять же, многие виды спорта здесь присутствовали. Мальчишки как там, футбол, ну, еще с советских времен, да, футбол. Ну, хоккей, если есть, где что-то заливается, там, бокс, вот. И, да, помню, каратэ было в наше время, его же запрещали. Даже можно было сесть за это дело, потом разрешили. И, кстати, когда-то большой теннис был не то, что под запретом, а назывался буржуазным видом спорта, что не нужно в него играть. Вот. Ну, так или иначе, но почему именно вы для себя выбрали этот вид единоборства? Вот. Вы знаете, я туда пришел-то не джиу-джицу, я про джиу-джицу сам узнал, ну, в конце 90-х. Так. Ну, это уже срок. Сейчас уже срок. Ну, на сегодняшний день, да. Вот. До этого я занимался джи-до, то есть я базовый джи-доист. И, как бы, у меня был большой перерыв в спорте. То есть я уходил, и потом я, когда пришел, мне сказали, ну, попробуй свои силы в джиу-джицу. Вот. Я, а что это? Что это такое? Да. Вот. И вот потихонечку, полигонку я вернулся, так сказать, уже в новый вид спорта. А вы как-то изучали его? Какие-то учебники какие-то, может, смотрели видео, что-то такое? Ну, видео мы, наверное, в 90-х все смотрели. Ну, я же не думаю, да, да. Вот. Ну, уже появились школы. Вот. Я попал к хорошему тренеру Крутовских Сергею Сергеевичу. Вот. И, собственно говоря, все, что я знаю, это многое я научился у него. А кто у нас в кино-то по этому виду-то самое главное? Я думаю, что на сегодняшний день у нас Иосиф Линдер. Он консультирует многих, многие фильмы. Вот. И, наверное... А звезды у нас кто? Эти замечательные главные герои фильмов? Кто лучше всех этих техникой владеет? Я забыл, вот, как его зовут-то? Бэкхэм? Не, не Бэкхэм. Не Бэкхэм, это футболист. Ну, вспомните и скажете. Это не столь важно, но понятно, что какая-то степень вовлеченности и в то время, и сейчас все-таки присутствует кино, уже не зря делается, чтобы посмотреть. А некоторые действительно этим увлекаются и могут прийти и сказать, я так же хочу. Потому что многие актеры действительно же неплохие. Плохие, вернее, актеры иногда бывают, но хорошие борцы. Ну, Олег Токтаров, скажем так, хороший пример. Он базовый самбист и занимался джиу-джитсу тоже. Ну, и, соответственно, он один из первых, кто вообще попробовал свои силы в ММА. Вышел за пределы круга. Да. Да, в хорошем смысле слова. Окей, Роман, возвращаемся к вам, а то вы так загрустили здесь уже. А что нам дальше-то ждать? Какие соревнования? Ну, вот будет в Петербурге соревнование, получается, в воскресенье будут сами соревнования. Мы уже отъезжаем завтра. И 30-го числа будет Кубок Москвы. Ну, и какое для вас каждое соревнование важно? Конечно. Да? Ну, конечно, уверенности прибавилось после победы на мире. Ага. Ну, то есть, даже несмотря на то, что вот была эта вот небольшая проблемка, то есть теперь вы будете понимать, что надо до конца все-таки идти, держать себя в рамках. А что мешает, кстати? Может быть, соперник как-то на вас так повлиял? Либо, может быть, зрители, либо что-то. Это мешает? Или вы полностью сконцентрированы на выполнении поставленной тренером и вами задачи? Ну, да, во-первых, это, конечно, выполнить цель техническую саму. То есть, то, что запланировал уже давно сделать, ты это должен сделать. Проработать. А за другими смотрели? Конечно, да. И чего? Что-нибудь для себя подчеркнули такое оригинальное? В свою? Ну, я смотрел, как борются старшие. У них, конечно, другие правила. Там голову можно бить. Как это по-детски, да. То есть, вы ждете, когда разрешат, да, по возрасту? Это с какого возраста, кстати, разрешается? С 18 лет. А, ну, еще надо поработать над этим. Ну, а с другой стороны, смотрите, ведь мы же говорим о бою, как о философии, а ты попробуй так победить, чтобы в голову не бить. Это же тоже интересно. Конечно. А кино смотрите какое-нибудь? Разных сейчас силовые единоборства есть. Ну, более-менее похожие на правду, там же все смонтировано. Нравится вам какой-нибудь? Даже не обязательно в вашем виде спорта. Ну, в плане борцов какие-то фильмы? Да, да, да. Ну, я, так сказать, в таком плане, почти что меломаны, я слышу, почти все. А, да, почти все. Смотрите почти все. Смотрите почти все, да. То есть, да, и немножко Брюса Ли, немножко Чака Норриса, немножко кто там у нас еще, даже не знаю сейчас кого. С Стивен Сигал. Да, 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 да. Ну, да, это так, ну, кстати, да, Сигал, это такая история. Мы теперь с ним граждане России же, правильно? Да, 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 да. Кто бы мог подумать, когда? Ну, окей. Герман Харисович, вот еще такой момент. Ребятки-то совсем маленькие еще. Сейчас у нас во втором нашем тайме нашей встречи, во втором раунде Александр к нам присоединится. И как вы с ними общий язык находите? Тут же надо быть таким иногда, ну, психологически же бывают разные моменты. Они же маленькие, как ни крути еще. Знаете, как ни странно. То есть, в лицо еще бить нельзя, в голову. В голову нельзя. В голову, да. Вот. Как ни странно, ребята, ну, достаточно самостоятельные. Ну, наверное, тут и странно, наверное, нет ничего. Сейчас поколение, они схватывают все на лету. Ответственные. Да, достаточно ответственные. Они приходят, и никто же их не заставляет приходить, тратить свое время. Там, тратить силы. Энергию. Энергию, да. Ну, соответственно, получать знания. Многие в это время валяются на диване, скажем так. Да. Он этот стиль жизни немножко меняет в любом случае, мне кажется. Да? Человек все-таки по-другому начинает смотреть на мир, на свое. Знает, что он может, что он может и что может подтянуть. Они уверены. Они уверены в себе, как бы, и шагают уже с гордо поднятой головой. Правильно, да? Уверен в себе уже? Конечно. Вот. Пройдет какое-то время, и приходите нам, когда разрешат уже то, о чем мы говорили. 18 лет. Расскажите о других, о золотых медалях. Хорошо? Спасибо. Мы с Романом Чуфистовым прощаемся. Напомню, что он серебряный призер Кубка мира по джиу-джитсу 2023 года. А Герман Арисович с нами остается, потому что дальше к нам придет еще один. Кстати, у вас в команде все нормально? Или каждый сам за себя? Ну, почему? Мы как команда. Как команда. То есть, например, там на улице, ну, на одного там кто-нибудь, не знаю, там, напал или что-то такое. А, вы всей командой ходите теперь, я понял. Ну и что мы там сразу подскаживаем? Ну, я понимаю, хорошо. То есть, в обиду друг друга не дадите. Делаем небольшую паузу и вернемся в студию. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Программа у нас спортивная. Сегодня говорим о джиу-джитсу. Такой, ну, не очень часто встречающейся, наверное, в том числе и в нашей программе «Боевое искусство японское». В студии у нас по-прежнему Герман Арисович Янаев, мастер спорта России, обладатель пятого ДАНА, судья всероссийской категории. Ну и новое лицо в нашей сегодняшней программе. Мы столько выяснили за перерыв. Вот, я уж не знаю, не будем выдавать тайны. Вот, Александр Капанев. Прошу запомнить эту фамилию. Как и фамилию, кстати, Романа Чуфистова, кто знает. Может быть, потом эта запись будет дорогого стоить. Вот. Вот. И тот же, я так понимаю, Кубок Мира, да. Ну, я должен начать все-таки с вас, если позволит тренер. Почему же все-таки бронза? Про российское первенство не будем говорить, а вот про Кубок Мира. Ну, я вышел на первый бой, выиграл его. Потом на второй тоже выиграл. И в третьем бою я попался с Романом. С нашим Романом. Да, с нашим Романом. Не удалось мне все-таки сгладить эту ситуацию. А, и чего? Ну, проиграл, потом пошел. Ну, вы же вроде как дружите. Как вот можно... Вот, давай так честно. Ну, потому что я в игровых видах спорта был, где трудно, в общем-то, друг против друга играть. Хотя, ну, на тренировках мы играли, конечно. А вот во время спортивного вы же дружите, как-то готовитесь, а тут надо выйти. И чего? Ну, на татаме друзей не бывает. Не бывает? Не бывает. Ага. Это правда? Тренера подключаю. Ну... С психологической точки зрения это сложно. Конечно же, это правда. Вот, люди выходят доказать, что они сильнее, лучше, готовы. Но после татами, они, после схватки, они все равно остаются друзьями. А вы потом обсуждали этот бой с Романом? Ну, да, частично. Или делаете вид, что ничего не было? Частично обсуждали. Частично, да? Ошибки понял, да? Ошибки понял. В следующем году такого не будет. То есть все-таки остается, надо будет, как это, матч-реванш? Матч-реванш. Только он будет в следующем году. Да? Но вы же тренировая, когда тренируетесь, кто из вас больше побеждает? Он или вы? Он. Он. Значит, надо все. Вот молодец как, да? Вот высвечивает Роман. Роман там, наверное, сейчас прямо уже, по-моему, у него серебряная медаль в золотую превращается временно. Ну, если говорить серьезно, почему, как пришел, кто привел, почему? На джиу-джитсу. Да. Я раньше занимался до этого дзюдо. Прям так нормально занимался. А еще до дзюдо занимался самбо. То есть у меня это из корней пошло. И хотел попробовать что-то новенькое. И вот рядом с домом как раз была эта секция. Пошел туда. Да. Не жалеешь? Нет. А как же самбо дзюдо? Самбо дзюдо там... Осторожнее. Ну, то есть немножко по-другому. Да, по-другому. А здесь тебе интереснее, да? Да, здесь гораздо интереснее, потому что там самбо и дзюдо, там нет ударной техники. Ага. Ну и вот тут давай мы подключим Германа Халисовича. Надо же спасать, да? Как тренеру я даже на интервью. Вот, действительно, ведь много всяких единоборств. Иногда человек просто и не в курсе, не сразу вспомнит, как называется, да? Вот. Но у него есть бокс. Ну, бьют по лицу, да и бьют по лицу. Бьют в корпус, и бьют в корпус. Бьют ногами. Где-то можно ногами бить, где-то нельзя. Ну, есть люди, которые просто... Для них это все едино. Чем отличается, в чем философия? Вот чем самбо, например, отличается? Самбо же это как бы наше, родное, российское, советское. Вы знаете, все очень похоже на самом деле. И, как вы уже сказали, что все имеет общие корни. Ребята, занимаясь джиу-джитсо, выступают у нас и по грэпплингу, и по самбо выступают. А, то есть можно, да? Ребята постарше принимают участие в ММА, скажем так. То есть это расширяет возможности даже? Совершенно верно. Совершенно верно. Но самое главное, почему джиу-джитсо? Джиу-джитсо учат думать. А-а-а. Тактика, которую применяет джиу-джитсо, тактика и стратегия, она расширяет возможности в других видах. Понятно, что надо, например, переходить там. Вот, скажем, ударная техника в жиу-джитсо, она немножко своеобразная, она ближе к карате. Если у меня мальчишки идут потом, скажем, на какой-нибудь клубный ММА, там в октагон или на ринг, то мы за две недели уже готовимся совсем по другой технике. Ну, то есть это набор техник, которая есть какая-то основная, для которой базовая, а потом прирастает. Это как сейчас некоторые исполнители, которые под разными именами могут в трех музыкальных направлениях работать. И, внимание, и зарабатывать в трех музыкальных направлениях. Мы же знаем, что хорошие спортсмены, да, ну вот все, футбол, футбол, там невероятные стоимости. Но почему бы хорошему, знаменитому единоборцу, да, не зарабатывать и содержать потом семью и быть такой звездой популярной. Вы вот, я задавал Роману вопрос, вы-то смотрите всякие фильмы, не смеетесь, когда явно там какие-то странные удары, и вдруг противник повержен. Ну, киношный бой, он серьезный или несерьезный? Несерьезный. Да? Ну, смотря какой фильм. Ну, а есть какой-то, который вот для вас, ну, вы посоветуете посмотреть с точки зрения более-менее правильного боя? Думаю, нет. Нету. Ага. Разочаровали нас, а мы так старались, да, когда-то в молодости бегали, ходили. Для меня с молодости очень интересный и правильный фильм – это «Гений дзюдо». Ага, понятно. Ну, а вот эти, все равно же понятно, что спортсмены там участвуют. Вот если, например, Роману или Александру кто-то предложит участвовать в каком-то фильме, ну, где будет единоборство, это же все равно съемка, там есть свои сложности. Вы бы их отправили, доверили бы им такое дело? Даже с большим удовольствием. То есть в продвижении своего проекта, да? Я считаю, это тоже… Хороший сценарий. Вот все, нам же Роман рассказал, что кто-то там, кому-то, значит, да, защита. Тем более, что здесь важно, опять же, без вот этих разрешенных для взрослых ударов, как уйти от этого и сделать все правильно. Но я хотел бы вернуться к разговору о будущем. Что планируется в ближайшее время, мы вот уже услышали, может, еще какие-то соревнования? Ну, у нас сезон начинается сейчас, и соревнований будет, ну, очень много. Конечно же, основное это, опять же, надо будет выступить обязательно на первенстве России. То есть подтвердить свое право находиться в сборной. Потому что там новички какие-то придут и тоже будут иметь какие-то претензии, да? Конечно. Тут всегда есть, кто хочет занять место другого. Советом не бывает. Не бывает. Да, так. Ну, а дальше, дальше даст Бог, как говорится, да? Вполне возможно, это будет первенство Европы. Вполне возможно, это будет первенство мира. Ну, все зависит от того, что сейчас происходит в мире. Ну, мы к этому готовимся все равно. Мы всегда держим это в голове, потому что, если мы знаем, что мы можем, то мы сможем. И еще такой вопрос. Александр, скажите, вот я, по-моему, вчера в одном фильме слышал такую, странную фразу, вот, синдром бронзы, у кого-то синдром серебра, вот, синдром, да, когда человек никак не может перешагнуть, да, какой-то этап. Безусловно, бронзовая медаль – это этап. Можно быть вечно пятым, вечно десятым, вообще не входить на десятку. Вот, что вы делаете сейчас над собой, чтобы у вас добавилась третья медаль? Тренируюсь. Ну, серьезно над собой работаете? Да. Да. Вот сейчас как раз начался наш сезон. Сейчас будет первенство Москвы в ноябре. Будем отбираться опять на мир, на Россию. А это вы будете с кем бороться? Кого вам будут предлагать? А там, где мы выяснили, как известным друзей нет? Ну, в этом году я с Романом уже не буду бороться. Не-не, мы Романа уже, да, простили все уже, да. Мы его отправили, видите, уже все. Кто? Это из каких-то других клубов, да, как идет первенство? Да, там вот кто отобрался, кто занял призовое место, тот выступает. Ну и тут такой шанс, там сколько у вас, несколько будет боев или какой-то один? Несколько. Несколько. И по их результатам вы проходите, или вы должны победить и пройти дальше? Мы должны победить и пройти дальше. Скажите, вы же понимаете, что то, чему учат любое боевое искусство, ведь его же можно направить в другую сторону, правильно? В каком смысле в другую сторону? Ну, можно же в плохом направлении. Можно стать боксером, пойти и нанести какие-то травмы, там, человеку, что-то отобрать. Ну, то есть воспользоваться черной силой. Вот как вы для себя это понимаете? Вы на какой стороне? На доброй. На доброй? Да. Но по ту сторону же есть люди? Да. То есть вы считаете, что добро побеждает зло? Молча. Да, определенно. Да, да. Я почему спрашиваю? Потому что когда уходил ваш, как мы выяснили, соперник и друг одновременно, Роман, он сказал, что вот мы должны друг друга защищать и так далее. А я хочу пожелать вам, чтобы, во-первых, и вы, и Роман, достигли успехов максимальных. Ну, какие возможности. Тем более, мы выяснили, можно очень долго заниматься этим видом спорта. И действительно, в том случае, если что-то произойдет, чтобы вы всегда пришли на помощь. Очень важно помогать людям. Ну, и, возможно, если у вас будут ваши продолжатели мужского рода. А, кстати, женский же вариант тоже существует? Конечно. Вот. То есть, чтобы ваши дети тоже, может быть, переняли какие-то ваши искусства, вот, и те медали, которые вдруг вы не соберете, собрали они. Вот такое у меня пожелание. Спасибо, что привели. Очень мне понравился этот разговор. Я прямо жалею, что я тогда, когда был я еще маленький, не пошел куда-нибудь в этом направлении. Спасибо вам за то, что пригласили. Ну, успехов, подготовка. Мы ждем новых медалей. Будут еще поражения, но побед должно быть больше. Спасибо большое. Напомню, что в нашей программе участвовали Александр Капанев, который на второй части представлял себя уже как бронзовый призера Кубка мира по диодицу 2023 года. И, кстати, вторая медаль тоже у нас на бронзового отлива – это чемпионат России. Да, чемпионат России. Видите, у нас как две серебряных медали, две бронзовых. Явно не хватает две золотых. Согласен. Может, вы кого-то не привели к нам? Четыре золотых. Четыре. А, четыре золотых. Молодец. Прекрасная концовка. Значит, Романа Чуфистова мы уже вам представляли. И Герман Арисович Иная, мастер спорта России. Человек, который, видите, так много отдает этому силу и воспитывает таких замечательных ребят. Вам удачи. Ну и пусть все нехорошие люди знают, что на каждого нехорошего человека есть добрый человек. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин